Так, девочки, у нас размер здесь немножечко больший. В чем смысл этого костюма? В чем смысл этого костюма? Ну сразу просто хочется каблука. У тебя каблука какая? У меня нет. Значит, стой на пальчик. Он вместе, достаточно здесь свободный, абсолютно ничего не скопает. Размер М. А то каблуки есть? Вверх должен быть облегающим? Нет, в данном случае он не должен облегать, он дает свободу. Это специально не по фигуре именно жилет, а более такого мужского стиля. Но обратите внимание, как я здесь расположила выточки. Это тоже тема про линейность и про подчеркивание формы. И вот этот пояс, видите, как он продолжается? То есть это не просто пояс, который здесь классическим вариантом расположен. А он вот так вот, чтобы он было видно. А оно здесь назначено вот здесь. Что можно сделать дальше? Этот поколойка превращается. Можно сделать небрежно. Вот так. Это вообще другой образ. А можно галстуком завязать? Можно галстуком. Можно перекинуть вот так. Можно вообще как хотите его здесь завязать абсолютно. Вот я люблю детали в образе, поэтому я дополняю все свои вещи какими-то фишечками. То есть можно вообще абсолютно по-разному здесь делать. И при этом смотрите, что мне нравится. Сейчас пока покажу. Держи, наверное. Давай, держи. Ты знаешь, как половинку сейчас, наверное, наденем хотя бы, чтобы было понятно. Сейчас, девочки. Вот такая история. Что мы не можем отпустить там брюки, иначе они упадут. Хорошо. Но сама концепция, да. То есть можно убрать этот аксессуар, сюда поместить другие украшения. Можно наоборот оставить его здесь как некую деталь. Специально удлиненный вариант рукава. Для того, чтобы у вас была такая свобода и немножко брутальности, что ли, в образе. Но при этом за счет мягкости ткани все очень женственно, все очень обтекаемо. Плечо. Плечо, да. Оно четко фиксировано, и оно вам позволяет вот эту форму выдержать. Но при этом оно не сваливается здесь никуда. Вот разница как раз пиджака, который на свете был, да, здесь и здесь тоже видно. 4 пуговки, мужской вариант. Мне очень нравится, на самом деле, как этот цвет подчеркивает внешность. Потому что здесь цвет глаз совершенно другой, Даша стал прям такой лазурный, красивый. И как принят, кому он подойдет, так и блондинкам абсолютно разные. Алена, можно вопрос? Да. Вот, например, что есть, вот, ваза какая, да, то есть вот пиджак, что мы надеваем? Ваза рубашка, водолазка, топ. П stickerser в przyszou. Ты держишь? Оно классно. Классно? То есть вот за счет, вот, да, Даша. Связь очень глубокий. Прям, проกarel. Я сегодня integement29. Давайте поплатим. Это прям невероятно. Он сидит очень свободно, девочки. Я все вещи на себе меряю, все себе точно так же делаю, потому что мне важно чувствовать. В нем это ощущение невесомости. Как будто вещей на тебе нет абсолютно. И очень классно. А ткань мнется? Нет, ткань не мнется. Это костюмная такая ткань, которая выдержала 33 приседания вообще нисколечко. Вот что самое главное. Я прям сидела вчера, стояла, двигалась в нем, чтобы понять. Ну и то, что портная, когда шила, она мне всегда дает обратную связь, мнется ткань или нет. Это не мнется, поэтому тут я вообще спокойна. Есть карман? Конечно, есть карман. Не обманка, это важно. Так что он такой. Вот такой он свободный. А когда мы говорим, что вниз надеть? Если мы не имеем в виду жилет, хотя жилет может однозначно быть как основа здесь, то, конечно же, девочки, я приготовила для вас, чтобы показали так, вот такую рубашку. Видите, что написано? Да, стиль же способ, без слов, рассказать о себе. Да. То есть это обычная, казалось бы, хлопковая рубашка. Но если сейчас Даша наденет ее вместе с брюхом, вы увидите совершенно другую картинку. Плюс мне очень нравится, что здесь вот этот вот принт может быть индивидуальный для вас, для каждого. То есть здесь я расположила ту фразу, которая про меня. Если вам хочется что-то другое, может быть, прибавляю фразу. Но здесь же есть хэштег, который тоже про мою работу. Твой стиль внутри тебя. Это значит, что стиль я формирую ваш, не свое видение, а ваше про себя. И, соответственно, это же здесь отражено. Наденешь? Да. Ну, а куда? Уже все. Я на все закрываю. Все свои уже. У меня все нормально, мне все видно. Снимай. Ты еще не снимаешь? Я снимаю. Что там происходит? И заголовки. Скандальная презентация новой коллекции. На самом деле, смотрите, девочки, когда речь шла о том, как это все показать, я могла бы, конечно, организовать это прям с показом, но мне хотелось вам рассказать и показать. Так что это лучше сделать на одежде. Ну, кстати, сам цвет, он говорит о зрелости личности. И глубине. Да. Потому что, мне кажется, девочка там 15 лет, где она оденет, что-то совсем другое. А здесь уже сам цвет говорит о зрелости. Более того, знаете, когда я компоновала, я люблю капсулу собирать сразу в целом, соответственно, я компоновала этот цвет с другими, он со всеми круто сочетается. То есть, это вот, знаете, история про то, что это точно подойдет вот сюда, сюда и сюда. И вам не нужно больных. Я вам сейчас покажу еще один элемент, который является фишкой моей коллекции. У тебя там зовут. Сейчас, сейчас я вам покажу. Покажу. Девочки, кто из вас следит за трендами сейчас? Что убивает? Не успевает. Я тоже не всегда успеваем. Скажу, что эта история такая, можете не следить, но сам. Я всегда опираюсь на личные предпочтения, поэтому для меня это главный критерий. Но, безусловно, не могу я пройти историю с бодиумами и тоже какие-то вещи. У меня прям откликаются. И эта история про вот такую баску. Это баски, как я люблю. Смотрите, как это и работает девочки. Даже на себе я могу показать легко. Я добавляю к трикотажному платью. И посмотрите, что происходит с образом. Вот теперь ты соответствуешь стереотипу. Ну, я же должна была все вам сначала показать, понимаете. Причем это надевается абсолютно на все. Даша, выходи ко мне. Это применила хитрость. О, молодец. Вот смотрите, как это смотрится здесь. Я люблю, конечно, делать вот такую темпу. Поднять. Поднять. Вот это немножечко расстегнуть нашу женственность. Она все-таки сексуальная. Я еще человек, не носящий абсолютно против бухгалтера. Отлично. Открываем все это девочке, показываем. Посмотрите, как круто смотрится рукав. Как он на самом деле является акцентом. И здесь вы можете для того, чтобы показать все-таки брюки. И вообще я люблю не застегивать последние куговицы, что на рубашку. На буху, для того, чтобы была свобода. Делать это небрежно. Добавляю и здесь свободу. А теперь брюки превращаются. Брюки превращаются. Дальше. Смотрите, девочки. Это перец, это зад. Но можно на самом деле повернуть абсолютно по разному. Кожаная. Да. Это кожаная. Кожаная. Это эго-кожа. Я кожу не использую. Это прекрасно. Я не люблю убивать животных для этой истории. Посмотрите, девочки, как это смотрится. Очень сложный сразу образ. Вообще в три секунды. Сразу сложный образ, да. Для меня, кстати, интеллектуальная женственность. Вот как раз часто, правда, это сложно для меня лично. Вот для меня в этом интеллектуальная женственность. Я в этих вещах это чувствую, это вижу. Мне очень нравится разница фактур. Именно по этой причине я выбрала кожу, ну, искусственную сюда. Здесь костюмная ткань, но она попадает в тон. И это сразу такая динамика и многосложно. Там написано сказать, но у меня в голове только одна мысль. Заказать, заказать. Абсолютно все вы сможете заказать, девочки. После вашего завтрака вы можете мне сказать, что понравилось. Мы с вами все эти вопросы решим. Но просто мне очень хотелось вам показать целостно, как это работает, как капсула. А как это с фигурой заказать? Как там секрет 10 килограмм потерять? Девочки, для моей концепции фигура вообще не имеет значения. Я шлю на плюс сайз. Я люблю девчонок в корме. Поэтому... Теперь я поняла секрет нашего сотрудничества. Да, вообще легко. То есть вот эта история легко адаптироваться под блузку, под рубашку. Можно снять, можно вместе. Но вообще мне кажется, что это такая штура. Тема, когда вы просто ее комплект усложнили и пошли куда вам надо. Офигенно. Так, а теперь, Анташ, может просто ближе ко мне подойди. Я не буду ли идти. А, рожан. Да, да, да. Я просто рожан. Приложу пока к тебе, потом ты это переоденешь. Следующий вариант. Поскольку я за функционал, я люблю, чтобы у нас был выбор. У нас есть низ, но нам нужны верха другие. И я тут слышала в процессе, что нужно еще верхов. Я к этому тоже готова. Потому что, ну, правда, каждый хочет, может быть, что-то еще свое. Но поскольку я иду в сторону такой интеллектуальной женственности, а значит, чуть выше, да, по восприятию и чуть выше по самоощущению. Соответственно, мне не хотелось никакого простого трикотажа. Я выбрала вариант блузы, но эта блуза идеальна, на самом деле, что сюда, что в летние комплекты. И это сразу совершенно другой образ. Заберу. Да. Как вам вообще? А вот эта штучка подойдет? Баска, да? Конечно. Подождите, сейчас еще доберемся дальше. Дальше эта штучка. Там все подходит друг к другу. Спасибо. Опять от видео закрываешь ее? Что? Я могу подойти ближе, снять? Юбка в пол. Ну, то есть это уже свободно. И это свободно, девочки. Когда я сейчас в портной решала посадку, я ей сразу сказала, мне нужно так, чтобы мне ничего не сколвало движение. И мы с ней вымеряли, у нас было три переделки, потому что сначала утянули, потом слишком расслабили, а потом сделали так, как надо. Поэтому у нас было три переноса. Да. Да, ты хорошен завтрак. Завтрак переносился, сори. Но как бы не могу я сделать что-то, что мне не нравится именно в комфорте ношения. Для меня это прям критичный вариант. И здесь мы точно так же регулировали. Это чувствуется, знаете, как что-то такое, как пижамные штаны, короче. Вообще не ощущаешь их на себе. Но они очень четкие. Да, и графичные. Согласна абсолютно. Сюда я бы еще могла добавить юбку. Я вижу сюда либо юбку такую прямого силуэта с высоким разрезом, либо короткую юбку, которая длинны практически пиджака. Ну, в общем, здесь могут быть вариации. Ну, в этом все погибло. Конечно, да. Вот это все можно абсолютно по-разному. Так, я решила, что уже зачехляется, молодец. На самом деле, естественно, что у каждой свои представления капсульного гардероба идеального. Но я предлагаю некий концепт, от которого можно отталкиваться. И дальше для меня всегда основа работы – это индивидуальность. Я могу предложить другой верх, я могу изменить немножко силуэт, я могу убрать какие-то детали и сделать их под вас, но это будет про вас все равно, и это будет работающий гардероб. Это такая инвестиция крутая в себя, я считаю. Да. Я бы сказала. Выходи. Я позволила себе уже застегнуться и поправиться. Вот у нас пояс, видите, он ушел туда, чтобы это держалось. Как я это вижу? Сейчас. Можно выпустить немножечко, да, я всегда люблю вот эту свободу. Здесь может быть с таким комплектом. Естественно, если я сюда же добавляю барыш, это будет смотреть совершенно хорошо. Тебе экстична, на какой стороне? Это вы уже делаете, так как вам хочется. Может быть, есть вот эта ментальная, там, женская линия. Для меня нет. Для меня нет. А ну давай, Даша, дай мне. Идей. Ну, кстати, брукки, которые в прошлого года, они немножко напоминают брюки совсем чуть-чуть. Вот, да, как раз, как я сказала. Да, есть такая юбка ведической женщины, но это брюки. Но они, знаете, как на всех фигурах немножко все равно будут чуть-чуть по-разному смотреться, но они реально очень комфортные в ощущении, что вам ничего не сковывает. Ну, судя по тому, как Даша прогуливается, они очень комфортные в ощущении. И буквально, имея один предмет у себя в сумке, в шопере, да, вы можете преобразить образ от более делового к более креативному. Вечером уже выглядит совершенно по-другому. Для меня это прям вот такой вот бжик быстро. То же самое, что можно продолжить дальше здесь. Вариант еще можно усложнить. Добавить сюда бюджа. И именно оставить застегнутыми куговицами, оставить баску, и тогда это вообще очень сложный комплект получается. Вариант может быть и таким. Девчонки, вы можете сделать следующее. Вы можете надеть баску не сюда. Конечно, конечно. Да, вещи новые, пуговицы не протаскиваются. Они не разношенные. Можно взять и сделать. Сразу такая высокая красивая талия. Мне вот такой вот вообще нравится огонь. Наверное, ноги должны куда-то длиннее, да? Абсолютно. Оно действительно тажится. Я еще, видишь, сейчас. Рост сразу прям вытягивается. Чуть-чуть там. Вода чуть-чуть здесь. Ален, можно сказать? Да. Все так сдержанно. Ну, меня, честно, просто разрывает. Ну, давай. Меня просто разрывает. Когда это висело на штуке этой. Было непонятно. Было вообще. Я думаю, блин, что это? Вообще ничего не понятно. Ну, сейчас я, вот, я вся в мурашках сижу, потому что меня просто разрывает от этого, от этой красоты, от этого стиля. Блин, от этих мелочей. Просто, блин, ну, охереть просто. На самом деле, в этом моя фишка, в том числе. Это так же, как с моим внешним образом. Многие, ну, ожидают, что я должна как-то очень... В перьях, как Киркора, выйти. Ярко тут, тынь, тынь, тынь. А я, ну, достаточно скромный по себе человек. Но то, что какая я глубокая, раскрывается чуть позже. То же самое с моей одеждой. Она висит скромно на вешалке, может, не всегда понятно. Но когда это на человеке, человек преображается. Я говорю, Даша, Даша, она каждый раз меняет. Я вижу, она разная. Я думаю, вам со стороны это тоже видно. И каждый из вас тоже будет разный в этих вещах. И фишка еще в том, что я могу выбрать же не только такой цвет для вас. Я могу выбрать ваш цвет и вашу палитру. И это будет под вас. И эти же вещи с какими-то другими деталями, но в других цветах, это будет вообще другая картинка, понимаете? В этом моя фишка. Так что... Супер! Я хочу отметить, что Даша в этом образе вот выглядела сейчас модель на показе. Неделя вот не от... Ну не зря про Викторию Бекхом, да, сказал? И картины галереи какой-нибудь... А еще стоимость Даши увеличилась прям вот. Да, да, да. Дина, спасибо за этот комментарий. История про стоимость нашего образа, это как раз об этом, что действительно вещь транслирует совершенно другой уровень. И мы должны это понимать, если мы хотим двигаться, ну да, в том направлении. Супер! И знаешь, я не буду пока себя далеко упопить. Я хочу показать, наверное... Да, мы сейчас, знаешь, как собернемся к шляпке еще раз. Я продемонстрирую вам уже пальто, ну вот так вам сочетание к шляпке. Это платье-рубашка. Тоже Даша его наденет обязательно, причем здесь смысл. Тоже материал, что и баска, но цвет совершенно другой, зумрудный. И флагман моей, в принципе, одежды, это было платье-рубашка летняя, которая я шила и называлась «Америка». Это платье-рубашка является логичным продолжением, но фишка в том, что оно для вас может быть как просто платьем-рубашкой, так и вторым слоем с теми же брюками и вообще в многосложных комплектах. Кажется, у меня появился контент 18+. У меня только что появился контент 18+. Да? Да? Ну и ладно, пускай. У нас все можно. Не отходи туда, а то он опять появится. Говорю, не отходи туда, и она пошла. Я поняла. С этого все и начинает. Да-да-да. Почему платье-рубашку я включаю в гардероб, потому что для меня это наиболее функциональная история. Я люблю безумно именно этот брой. Для меня он максимально комфортный, для меня он максимально универсальный, и при этом деловой, и повседневный, и в зависимости от аксессуаров выглядит по-разному. Вот смотрите. А пусть пока будет так. У нас есть некая основа, да, образа, который присутствует. Безусловно, мы можем надеть еще сюда пиджак. Вот мы так собрались на деловую, или там, на бранч, не знаю, да? За хлеб. За хлеб. На бранч за хлебово. И тут я хочу вам показать несколько вариантов. В моей коллекции, безусловно, не могло не присутствовать пальто, потому что я считаю, что коре необходима. Но, посмотрите, какой здесь подклад. Это про принт, который действительно тоже в эксклюзивном варианте. Такого рисунка нету в массовой продаже, скажем так, да? Это естественное шоу в кармане, но он очень ограничен по размеру. Красная подуша. Да. Мы надеваем это пальто. Теперь, девочки, я вам буду показывать, в чем его фишка. Во-первых, смотрите сюда. Это тоже элемент с мужского гардероба, с мужских пиджаков. Дальше. Пальто-халат, которое носится абсолютно как нам удобно. И здесь, видите, идет сочетание аксессуара и подклада. Можно, безусловно, убрать аксессуар. И тогда полностью все внимание к подкладу. А теперь поворачивайся спинкой. Посмотрите, что здесь, девочка. Здесь высокая шлица от талии. И вот это прихождение будет видно. Здесь можно все расстегнуть, и это будет тоже видно. Но можно и оставить. А можно на ком-то еще пальто примерить? Пальто нужно сейчас будет еще примерить. Напомню, что я вам покажу. Смотрите, здесь все очень просто. Я люблю пальто, которое вы можете сами по себе высохли легко. Посмотрите. Пальто не вот. Только приправлю. Да? Все. И здесь просто вы расправляете, как вам удобно. Я не пойму, что это за магия, но даже оттенок кожи меняется. От цвета. В этом и фишка, девочки. Снежная королева уже не королева. Уже не снежная. Да? Уже не снежная. Маме стоит посидеть за столиком. Здесь дорого будет. Дорого. Здесь как классно начинает играть цвет костюма. На контрасте с этим морковно-оранжевым коралловым оттенком это просто совершенно другая история. И, конечно, почему я разыгрываю платок, который тоже здесь может присутствовать, вы можете сделать это в следующем образе. Дополнительно обыграть аксессуары. Естественно, что в сумке это может быть. Это может быть и шарфиком. Как вам угодно абсолютно. Какой-то импровизированный показ дошли. Спасибо огромное дело. Просто получилось все как надо. Понимаете, коллега, коллега, все равно. Да, мне приятно. На самом деле, безумно. Я про тактильность. Я надела. Какие ощущения? Мне мягко. Мне прям мягко. Как ты себя ощущаешь в этом? Королевой. Слушай, ну королевой я ощущаюсь и всегда. Но тут действительно... По самооценке подтягивайте ладость. Травой? В детстве не было. Можно еще. Нет, на самом деле, действительно, очень мягко. Несмотря на то, что это костюмы. Как бы считается, что костюмы и ткани, они достаточно жесткие. Какие-то не очень иногда комфортные тела. К сожалению. Тут прям все очень-очень легко. И тело как будто бы вот плывет. Вот задача моя была в том, чтобы создать одежду, которую вы не чувствуете. Как будто вы в ней как во второй боже. Поэтому свободные силуэты. Но все-таки подчеркивающие талию. Где-то акценты. И вот этими вещами вы можете играть как хотите. Да, захотите можете как модную костюмку сейчас надеть. Тоже как вариант. Даша, давай примерим пальто еще, напомним вы, девочки. Кто хочет? Я, можно я? Да, давай. Не сидим, не ждем. Мне хочется на ком-то... За соком. Оно тяжелое. Оно ощущается, не боится. Как-то объяснить. Но ткань тяжелая. Ткань тяжелая, это так и есть. Смотрите, как классно. Раз, подклады, да? Так, Оксана, давайте. При том, что, обратите внимание, вещь длинная, но она играет с любым абсолютно ростом. Даже вот, может, завязать как-то хочешь, прям, перезавязывай. Длина подстраивается под вас. А можно Валю или Кристину? Мне хочется посмотреть на каком-то высоком. Давайте, давай. Валь, подойдешь? Валентина Беляева, актриса. Или Кристина Марченко? Мне идет? Нет, не солейте. Сидемте. Мне очень нравится. Можно я к зеркалу пойду? До свидания. На самом деле, это самая крутая реакция. То есть, все, человек одевает, он хочет в этом пойти. Состав у нее шерсть с эластаном. Она немножко трикотажная. Вот, и плюс там есть немножко кашемира, 3%. Поэтому она смотрится дорого, и она будет носиться хорошо. Она очень теплая. Она теплая, девочки. История про наши краснодарские петра. Спасибо, Оксана. Спасибо. Да, Наши. Можешь прям тепло. Все? Задай, знаете, как-то. Тепло. Оно очень теплая. Можно на подъем, пожалуйста? Да, можно на подъем. Безусловно, здесь можно длину варьировать. Ну, в зависимости от того. Так интересно. Все три девушки разные такие. И всем идет. Беги! Машина за углом! Я бы, конечно... Что бы я бы сделала? Я бы чуть-чуть здесь вот там. Я люблю, когда немножко это все расправлено. Да, вот эту штуку чуть-чуть здесь приподнимаем. Вот так вот просто даем чуть-чуть свободы, и все. Но так, как вам угодно, так вы и завязываете, на что они играют. А еще вы можете завязать вот этот вот как раз такой бантик, шаппик. Очень простым вариантом. Вы можете в первую очередь... А можно вместо пояса использовать вот эту штуку? Можно вместо пояса, а можно вместе с поясом. Нет, вот мне вместе. Вместе? Вспрашивается тоже. Ну, вот прям сюда. Конечно. Как интересно. Стилист вам не проявляется при создании одежды на полоках. То есть вы можете добавлять детали, такие, которые другой человек может даже не подумать за это сделать. Я этот самый человек. Если я шью капсулу клиенту, я рассказываю, как что можно надеть. Разными вариантами у вас полная картинка. А по рукавам тебе? Ну, просто у тебя рост 180, мне вот интересно. Ну, естественно, я бы, например, предложила чуть длиннее. И по рукавам, и по длине. Ну, то есть это, я говорю, варьируется индивидуально в зависимости от ростовки. Кстати, даже на мужчинах это пальто будет смотреться круто. Давай, мы снимаем. А здесь он. А я уже хочу. А я уже как-то... Ну, я бы тебе сделала прям еще более объемное. Да, ну вообще мне нравится. Я не знаю, как вам, но мне нравится. Я прям тебе, вы знаешь, объемное даже в плечах под плечи сделала. Прям, чтобы мускулинную часть... Прям, чтобы мускулинную часть... Ну, ты же... И, кстати, вот эта шлица на тебе, а он сзади смотрится вообще круто. Покажи-ка. Смотрите, девочка, прям вообще... Прям вообще... Покажи-ка. Покажи-ка. Я вообще люблю пальто. Покажи-ка. 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 Девочки, следующий лот нашего подкажа. Покажи-ка. Это эко-кожа тоже. А вот сюда тоже глоток пояса прям просится. Ну, прям, да, здесь можно поиграть тоже. Еще по-другому? Нет, все, хорошо. Здесь можно играть, опять же, как хотите. Можно пояс, можно вот сюда. Можно вот сюда добавить, так и так, да. Как он по-другому заиграл на зеленом. Можно врезать голосы. Волосы будут вот так, пустолетные. Волосы, классные тоже. Конечно, делать. Волосы будут красивые. Как красиво. Все очень небрежно, быстро, и за пять севая дома. Ты же можешь, папа, ты ко мне повернуться, пожалуйста. Можете, папа, сюда, сюда, да, да. Я, конечно, вот так, вот-ву-ву-ву-ву. Так, рукава можно сделать, как они есть, а можно... А какая обувь сюда, грубая? Абсолютно любая, девочки. От шпилек до ботинок и бадкорта, и все, что угодно. Класс. Я растягиваю. Руки превращаются. И смотрите, можно сделать это вот так. Еще более брутально. Асимметрный. Да, можете на разное по-разному, а можете обе чуть-чуть сюда поднять, как вам нравится. А теперь смотрите наше пальто. Одежда все сделала. Все. Вот это работает теперь как конструкция. При этом такой яркий полот, который перекликается с платьем. А если вы еще вниз сюда добавите брюки и расстегнете платье до талии, у вас появится здесь еще один слой, еще одна брутальность. В общем, бесконечное количество вариантов. Мне кажется, вот в этом образе прям новое прочтение нежности пошло. Да. Прям новое прочтение. Да. Как интересно. Ну, на самом деле, для меня это, правда, новое восприятие женственности. И я сама буду носить с удовольствием эти вещи и готовя вам их предлагать. Так, подожди еще раз. Я сейчас еще видео прям... Я снимаю. Я прям прямо сделаю так. Давай. Давай. И заметьте, их всего там. Костей стоит там.